Ну, наверное, можно сказать, опять-таки, я не очень сильно о фемтеории, то есть я лекции про это читать не смогу, но вот если мы говорим про радиакальный феминизм и либеральный, то общими грубыми словами выглядит так, что либеральный феминизм признает тот факт, что есть патриархат и пытается какими-то не очень агрессивными действиями что-то изменять, а радикальный феминизм признает патриархат и считает, что нужно сначала патриархат уничтожить, а потом уже все вместе жить в добре и взаимопонимании. То есть не пытаться вот в те обстоятельства, которые уже есть, а сначала все сносим и заново строим. А либеральный феминизм исторический факт того, что так есть, признает и пытается как-то вот расшевелить это, уже расширяя понятие женщины до целого человека. Но со временем в надежде все-таки изменить ситуацию, да? Я говорю про либеральный феминизм. Без сомнений, конечно. То есть здесь просто все очень просто, очень просто, пардон за тавтологию, как, да, мы начинаем про древнюю Грецию, кто у нас был человеком, только свободный там белый мужчина, да, потом мы задумались, оказывается, что еще и рабство нужно отменить, потом оказывается, что еще и не белые тоже люди. Вот до женщин очень поздно дошла эта волна, и вот сейчас мы пытаемся принять тот факт, что женщина оказывается человек. И вот если, когда мы говорим про все споры вот женщины, мужчины, все такие разные, обычно люди мало оперируют действительно фактами, обычно это какие-то мифы, да, и устойчивые стереотипы, а во-вторых, если вот просто во всех этих спорах поменять женщину на человек, то уже нету даже конфликта никакого, сразу все становится совсем иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok